Искренне приветствую всех и каждого. Что посмотреть на этих выходных в кино? Вариантов не так уж и много, но они все-таки есть. Узнаем подробнее какие. Какими словами лучше всего обозначать процесс полового сношения? Комедия «Неслабый пол». Можно ли флиртовать в коме? Фэнтези-триллер «Проклятия спящей красавицы» и «Подлянки из древности». Фэнтези-боевик «Люди Икс. Апокалипсис». Все подробности спустя минуту. А прямо сейчас новости. В московском Манеже открылась выставка «История советского киноплаката». Кроме необъятной коллекции плакатов времен Советского Союза, на экспозиции можно узнать все о том, как создавались эти полотна, начиная с 1908 года. Именно в этот год вышел первый отечественный игровой фильм «Стенька разин». Экспонаты доступны к просмотру до 13 июня. На днях в рамках конференции специалистов по системам кибербезопасности проходила выставка талантливого художника Алексея Андреева. Это уже вторая выставка питерского творца, и в этот раз к его картинам была добавлена так называемая «Огментед реалити» — измененная реальность. Каждый, кто подносил смартфон к этим картинам, мог лицезреть, как полотна оживают. Отрадно, что Алексей Андреев является концепт-художником и художником-постановщиком телесериала «Зона», который разрабатывается сейчас с компанией «Стартфильм». Каннский фестиваль подходит к концу, но шампанское все еще льется через край, и звезды, не стесняясь, позируют перед камерами в самом неподобающем виде. По этому поводу мы решили сделать рейтинг самых неуместных звездных нарядов, представленных на красной дорожке Каннского фестиваля в 2016-м. На пятом месте Джулиана Мур. В последние годы Джулиана полюбила роли, связанные с болезнями и смертью. Экранно отболела Альцгеймером, проникновенно умерла от рака и теперь, видимо, в надежде, что ей предложат сценарий, где она корчится в параличе от яда гремучей змеи, предстала на красной дорожке в костюме эдакой ящерки. Модель серпуховского дома моделей, 87-й год, из залежавшейся ткани космоса. А это Ванесса Пради, и сразу видно, что не доверяет Ванесса гостиничным кондиционерам, потому придумала такой наряд, чтобы все дышало, освежалось и вентилировалось. С позитивом относится к маленьким переменам, вот она прикрыла, и уже у нее радость. Платье-вентилятор от Ванессы Пради на четвертом месте. На третьем месте Виктория Бекхэм. И, судя по наряду, Виктория намерена спонтанно проводить время на фестивале. Вдруг кто позовет футбол погонять или картошку окучить, Виктория всегда во всеоружии. При всем при этом она велась себя очень достойно, даже ни разу никому не нахамила. А вот и до членов жюри добрались. Кирстен Данст, видимо, участвовала в конкурсе цыганского романса, да и не успела, сменить облик. Красота-то какая, посмотрите. А я говорю платье, да? А крупные красные маки как бы намекают, в виде чего лучше всего и давать взятку за высокие баллы на фестивале. Вот что делает верно подобранный цвет. Итак, первое место. Королевой неуместного наряда в Каннах уже который год подряд становится Лена Ленина. Модная писательница. А пишет она о том, как стать богатой и знаменитой. Уже ее стремление к тому, чтобы пробовать экспериментировать в прическе, заслуживает похвальных аплодисментов. Но вот какого ляда писательница маячит в Каннах, это резонный вопрос. Оказывается, Лена Ленина по образованию актриса. Правда, единственное, где она играла, это нескончаемый сериал «Пусть говорят» в постановке Андрея Малахова. Если кого-то до Киева доводит язык, то Лену до Канн довел эпотаж. Очень специфическая комедия про зарождение настоящих глубоких чувств. Теперь нам обязательно надо будет заняться сексом. Читайте мои мысли. Фильм пропитан разного рода скабрезностями и шутками ниже пояса. Не всегда удачными, иногда рассчитанными на зубугорный менталитет, но все же моменты для смеха присутствуют. Я уверена, что в течение 10 секунд он надеет свои очки. Кто хочет увидеть сиськи? Сиськи? Где? Главный герой Винс – эдакий прожигатель жизни. Когда-то в далекой юности он избрал профессию адвоката, чтобы помогать людям. Но со временем в погоне за деньгами и легкой жизнью превратился в типичного дельца, который лихо жонглирует законом и помогает состоятельным клиентам в ходе бракоразводных процессов обдирать своих бывших. Эсперимная сумма в полтора-два миллионок из домик на побережье вашей. Бекан Чай. Есть у главного героя и верные приятели, с которыми он часто тусит и общается в основном про то, кто кого трахнул, трахнет или может трахнуть. Ты можешь трахнуть Меган Фокс сзади, так? Так, но на ней при этом будет лежать голый, со всем хозяйством, Джон Траволта. Ну жарь я, Меган Фокс, так? Да, фигачишь с ветром Меган Фокс, стараешься. Жаришь, аж люстра качается, но смотришь на Джона Траволту. Да иди ты, какие еще варианты? Ну можно наоборот. Меган Фокс лежит распростертая на спине Джона Траволта. Да, это. Я беру этот вариант. Че, ты будешь чпокать Джона Траволту и смотреть на Меган Фокс? Ха, пиндос! Стопэ, чего? То самое, братишка, ты уж определись, с нами ты или с ними. Итак, холостяцкая жизнь Винса идет своим чередом. Развлечения, ночные приключения, выпивка. Но тут появляется она. Грациозная, как пантера, и неприступная, как скала. На какие жертвы придется пойти Винсу, чтобы завоевать сердце надменной красотки? Об этом фильм. Зрелище дана категория 18+. События здесь развиваются не спеша. Много внимания уделено ситуациям, созданным исключительно, чтобы позабавить зрителя. На какой-то глубокомысленный сюжет рассчитывать не стоит. На то она и комедия. В целом подойдет для легкого бездумного времяпрепровождения с попкорном. И если вы при таких словах, как член, щиськи и яйца, не падаете в обморок, можно посетить кинотеатр и услышать подобные выражения в неимоверном количестве. За высокую, в кавычках, культуру 5 баллов из 10. Проклятие спящей красавицы Хотели было подробно рассказать про фэнтези-триллер «Проклятие спящей красавицы»? Зрелище, вроде бы, судя по триллеру, многообещающее, но критикам почему-то фильм перед премьерой не показали. Так часто происходит, если картина заведомо провальная. Но бывают, конечно, и исключения. Поэтому, если кто-то отважится заглянуть в кинотеатр на «Проклятие спящей красавицы», отпишитесь в комментариях, стоящий фильм вообще или нет. Перед обзором главного фильма недели посчитаем чужие деньги. Наша традиционная рубрика «Кинокасса». Делай деньги. Делай деньги. А остальное им все 3-5 день. Итак, рейтинг кассовых сборов фильмов, которые мы обзывали на прошлой неделе. На пятом месте 40-ая история про клоуна по прозвищу «Шоколад». 236 кинотеатров демонстрировали этот фильм и выручили в общей сложности 4 миллиона 400 тысяч рублей. На четвертом месте шпионский триллер «Такой же предатель, как и мы» охватил 315 кинотеатров и собрал 5 миллионов 400 тысяч. Голограмма для короля на третьем месте. Фильм взял со зрителя 12 миллионов 700 тысяч рублей, а показывали его 425 кинотеатров. «Любовь не по размеру» с уменьшенным Дюжарденом, 464 экрана и их 14 миллионов 600 тысяч кассы. И на первом месте «Энгри Вёртс» в кино. 1058 кинотеатров закупили прокат и накатали почти 349 миллионов рублей. Вот что мульт «Животворящий» делает. А остальное им все 3-5 день. Люди Икс Апокарипсис. Чего, собственно говоря, нового я смогу рассказать про главный фильм недели, истории персонажей которого многие давно уже возвели в ранг культовой. Естественно, фанатам смотреть обязательно. Не фанатам рекомендую сперва посмотреть полный обзор, ссылка на который будет дана в финале выпуска. Итак, шестой фильм про Людей Икс. Событие развивается спустя 10 лет после дней минувшего будущего. На сей раз мутанты-супергерои сражаются со злодеем Апокарипсисом. Это такой древний мутант, который существовал еще 3600 лет до нашей эры. Прекрасно сохранился в защитном саркофаге, а вот в наши дни вылез и понял, что мир населяет людишки без сверхспособности, а посему хочет устроить всем большущий пиндец, чтобы перекроить этот мир. Фильм, конечно, немного не дотянул до всеобщих ожиданий, не хватало свежего запоминающегося экшена, хотя в целом получился довольно страшным. Ну и как плюс присутствует камео Хью Джекмана и Стэна Ли. В общем и целом 8 баллов из 10. Полную антифанатскую версию Людей Икс Апокарипсис смотрите по ссылке внизу экрана. Ну и традиционный плюсик в карму каждому, кто поставит лайк этому видео. Вот и все пока. Пишите, звоните, присылайте по ссылке.